На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись. Лекция Ирины Кулик из цикла «Несимметричное подобие» в музее «Гараж». Жак Монари, Роберт Лонга. Часть первая. Добрый день. Ну, как бы сегодня у нас два художника разных поколений, разных культур. Жак Монари, художник замечательный, но известный, почти неизвестный за пределами Франции. Насколько я понимаю, Роберт Лонга куда более знаменит. Его выставка доехала до Москвы. Надеюсь, что вы все её видели. И у тех, кто не видел, есть возможность её ещё раз посмотреть. И объединяет двух этих художников, наверное, то, что оба они художники-синефилы. Оба они для обоих них основным источником образов, с которыми они работают, которые они апроприируют, которые они переосмысляют, является кинематограф. Кинематограф с начала XX века, являющийся одним, составляющий очень мощную конкуренцию, очень мощное соперничество живописи и визуальным искусством, которые до этого обладали монополией на производство образов. Вот эта монополия на производство и сохранение образов была разрушена. И, в конце концов, где-то во второй половине XX века художникам, создателям визуального искусства, так или иначе пришлось умериться с тем, что у них есть эта конкуренция, и что мир они узнают во многом тоже через, в большей степени через экраны, чем с натуры, как это было в старину. Причем это соперничество художников с кинематографом принимало самые разные формы. Довольно много художников, как вы знаете, просто непосредственно занимались тем, что снимали кино, как это делали сюрреалисты, как это делали со времен первого авангарда, предлагали свою версию того, чем является киноискусство, чем может быть кино как одно из изобразительных искусств, как одно из визуальных искусств. И, наверное, именно на второй половине XX века произошел перелом, который заставил художников уже не придумывать свою версию кино, а осмыслять существующий кинематограф, осмыслять существующий мейнстримный кинематограф в основном, как еще один, как вторую натуру, как то, с чем художник может работать, и что художник должен осмыслять. Помните, когда у нас в одном из первых сезонов, в предыдущих сезонах была лекция про Кристиана Марклая, создавая его проект «Часы», для которого кино оказалось абсолютно самодостаточной вселенной, где хватает событий на каждую секунду 24 часа в сутки. Но Марклая, собственно, с кино работает именно непосредственно с кино, и Монорей, и Лонго занимаются немножко другой вещью. Они черпают вдохновение в кино, они осмысляют кинематограф, но при этом продолжают работать с достаточно традиционными средствами. Они создают картинку, они создают живопись, они создают картинку, но они создают живопись и картинку, у которой, если и есть первоисточник, то этот первоисточник – это скорее кинематограф, чем реальность. Или какие-то, или в случае Лонго, уже не кинематограф, а некий поток, медийный поток, который уже не различается до такой степени на телевидении, интернет, компьютерные образы, образы массовой информации. Для Монорей это все-таки был именно кинематограф. Попробую тогда рассказывать без картинки, чтобы первый наш герой – Жак Монорей, французский художник, родившийся в 1924 году, но долгое время в разных источниках информации, там в интернете, всегда есть разные даты его рождения. Один, одна из дат – это 1924 год, другая дата – это 1934 год. Дело в том, что Монорей долгое время перевирал свой возраст и говорил, что он родился в 1934 году не потому, что он хотел казаться моложе, а потому, что он очень поздно начал заниматься тем искусством, которым он занимается, нашел свой стиль. И когда он нашел свой стиль, выяснилось, что художники, которые его единомышленники, художники, обладающие сходной чувствительностью, сходными интересами, все гораздо младше его. И он чувствовал себя несколько нелепо в этой ситуации и поэтому стал убавлять себе возраст. Первая выставка у него прошла в 1955 году, но о том, что было на этой выставке, мы не знаем ничего, потому что все свои работы до 60-х годов, почти все свои работы он уничтожил. Они его абсолютно не устраивали. У него было художественное образование, хотя он, судя по всему, был не самый парижанин, выросший на улицах, склонный в детстве, судя по всему, к некому более-менее девиантному поведению. Поэтому он довольно часто говорил, что если бы он не стал заниматься искусством, он бы вполне возможно стал преступником и убийцей. Но, может быть, не было, потому что, как мы потом увидим его живописи, потому что его живопись – это во многом про эту жажду насилия и жестокости, это та завороженность насилием и жестокостью, которая есть в кинематографе. Тем не менее, он все-таки получил художественное образование, долгое время работал в образовании прикладное, вот такой вот замечательный джентльмен. Образование, ну, вот, собственно, те вещи, чудом сохранившиеся вещи до того периода, из того периода, из которого большинство своих произведений он уничтожил. Как бы вещи достаточно типичные для французского искусства послевоенного, искусство, в котором доминировала абстракция. Калаш Жака Монари – маленький проект для области Арнхайм, 1957 год. Квадратный холст. Работа представляет собой калаш из наложенных друг на друга кусков бумаги, похожих на вырезки из журнала. В основном серого, темно-сиреневого и коричневого цветов. По краям картины идет рамка из прямоугольных бумажных полос. Изображение на полосах напоминает черно-белую фотографию текстуры, либо древесины, либо камня. Фон внутри рамки состоит из вырезок сиреневого цвета. Чуть выше центра коллажа прикреплен горизонтальный серый прямоугольник. Это фрагмент черно-белой фотографии. Изображение на нем трудно разобрать. Оно состоит из геометрических фигур и полос разных оттенков серого. У нижнего левого угла серого прямоугольника расположен ярко-зеленый треугольник. Его границы неровные и слегка округлые. Справа от треугольника расположена широкая горизонтальная полоса, также ярко-зеленого цвета, который идет до правого края коллажа. Лирическая абстракция, очень пафосная абстракция, достаточно стигматизированная опытом Второй мировой войны, что это то искусство, которое было запрещено при нацистами, поэтому к нему нужно возвратиться. Оно бесконечно пафосное и не допускающее по отношению к себе никакой критики. И абстракция, которая абсолютно там стала вырождаться, поэтому немногие работы, которые у Монари все-таки сохранились, это не столько его абстрактные работы, сколько коллажа, в которых присутствует очевидное влияние сюрреализма, сюрреализма, к которому он не мог не прийти, потому что сюрреализм для него – это фигуративное искусство, к которому он возвращается после абстракции, очередной раз возвращается после абстракции. И в начале 60-х годов Монари все-таки находит этот самый свой собственный язык, он начинает писать фигуративную живопись. Картина Жака Монари «Шесть часов утра. Она. 1966 год». Горизонтально ориентированный прямоугольный холст. Картина почти полностью монохромна. Преобладают серые и фиолетовые цвета. Изображение напоминает фотографию, однако детали не прорисованы, а в определенных местах явно заметны мазки краски. Изображены два помещения, разделённые кирпичной стеной. Всё изображение немного наклонено влево. Стена находится в центре картины и также слегка наклонена. Слева от стены изображён коридор, тянущийся вглубь картины. Стена коридора белого цвета, пол и потолок серого. Вдоль коридора идёт по направлению к зрителю женщина в ярко-жёлтом платье до колена. Женщина изображена в полный рост. У неё чёрные короткие волосы, слегка прикрывающие уши. Голова опущена вниз. Женщина смотрит на свои руки. Справа от кирпичной стены изображена часть комнаты с белыми кафельными стенами. Возможно, это ванная комната. Внутри комнаты на переднем плане изображена девушка. Она расположена вплотную к правой границе картины. Девушка повёрнута в профиль и смотрит влево. Она изображена так близко к зрителю, что её тело не помещается на картине. Видна только нижняя половина лица и тело до пояса. На девушке надета кофта в широкую горизонтальную полоску белого и чёрного цветов. Игова в одном из интервью говорит о том, каким для него это было облегчением, что уже не нужно вымучивать из себя эту абстракцию, которая была абсолютно академизирована к тому времени, которое было такое очень сонное искусство, что можно заниматься тем, чем ему всегда хотелось и заниматься, и что это как вырваться из клетки. И он был не одинок в этом своём желании вернуться к фигуративной живописи. А в начале 60-х годов во Франции складывается целое направление, которое называет себя нарративная фигуративность, повествовательный фигуратив. На русском, извините, это не очень правильно, не очень элегантно звучит, но тем не менее. И это живопись, направление, которое себя позиционирует, с одной стороны, в оппозиции к этой самой абстракции, которая стала таким сонным академическим мейнстримом и салоном. С другой стороны, по отношению к новому реализму, который тогда же возникает, новый реализм, такие художники как Тенглиев, Кляйн, о которых мы говорили, художники, которые разрывают с живописью как таковой, начинают делать объекты. И одна из... первая выставка нарративного фигуративного искусства. Я не буду говорить, потому что я достаточно часто говорю, что это фотореализм, что это французская версия поп-арта, но это не фотореализм, это не французская версия поп-арта. Почему это ни то, ни другое, мы будем дальше говорить, поэтому я буду оставить. Извиняюсь, но мне придётся оставить это не очень красиво звучащее на русском сочетание. Это как бы и первая выставка проходит в 1965 году, называется она «Современная мифология». Это выставка, которая проходит в Музее современного искусства города Парижа, Центра Помпидо тогда ещё не было. И само это название «Современная повседневная мифология» – это отсылка к книжке французского структуралиста Ролана Барта «Мифология», одно из первых изданий во Франции, где Ролан Барт изучает мифологию массовой культуры того времени, масс-медиа, рекламу и так далее. Собственно говоря, то, что было предметом интереса поп-арта в Америке, и то, что стало отчасти предметом интереса художников вот этой самой новой генерации повествовательной, фигуративной живописи. Вот такая вот работа «Монари», достаточно очевидно считывающаяся как действительно вариант поп-арта французский. И одна из работ, такая программная для этой выставки работы, трёх авторов, среди которых не было «Монари», поэтому я её не показываю, чтобы не вносить с моду, называлась, «Смерть Марселя Дюшана». Марсель Дюшан был вполне себе жив и здоров в этот момент. Почему художникам этого поколения, этой генерации нужно было убить Марселя Дюшана? Потому что именно символически убив Марселя Дюшана, они могли вернуться обратно к живописи и обратно вернуться к фигуративной живописи, что они и делали. И «Монари» начинает, собственно, к поп-арту, а не ту американскую поп-арту, с которой мы их неизбежно сравнивали. И они тоже относились достаточно прохладно, потому что поп-арт не был нарративен на самом деле. Потому что офицер в основном говорил о том, что поп-арт не критичен по отношению к массовой культуре и к обществу, а французские художники повествовательной фигурации более критичны. Почему они могут быть критичны? Почему они могут высказывать свою критику обществу? Потому что у них есть повествование, у них есть рассказ, у них есть нарратив, которого в поп-арте не было. Поп-арт действительно не нарративен. Поп-арт заимствует образы массовой культуры для того, чтобы, собственно говоря, показать, что у них нет никакого содержания, что это такое же сочетание цветов и пятен, как и абстракция. Идея поп-арта – это превратить образ, заимствованный из массовой культуры, в картину, в живопись. Это просто картина, которая лишена смысла, за которой нет никакой нарратии, поэтому действительно его довольно сложно назвать критическим. И этим он интересен, не прямолинейен. Французские художники говорят, что они именно через повествование могут быть критичными, могут высказывать свою критическую позицию. Что, собственно говоря, к Моноре, наверное, меньше всего имело отношения, потому что его пытались, его интерпретировали в то время как художника, выступающего с критикой капитализма, с критикой общества употребления, тем более, что это направление, чей пик приходится на конец 60-х годов, это май 68-го года, это такая тотальная политизированность французского общества, поэтому действительно там невозможно говорить об искусстве того времени вне этого контекста. художники не могли, наверное, говорить о себе, никак не позиционируя себя в этом политическом контексте. Но Моноре, может быть, потому что он был старше всех, его это не очень занимало. И, собственно говоря, помимо очевидного сходства с поп-артом и с фотореализмом американским, можно заметить менее очевидное, но, может быть, более важное для него сходство с сюрреализмом. Это всё-таки наследие сюрреализма. И вот в этом объекте, который он делает, сам ландшафт, который там, вот это пустынное пространство, которое там возникает, напоминает, естественно, Де Кирикона. Работа Жака Монори «Зелёный убийца», 1966 год. На ярко-оранжевой стене висит арт-объект, похожий на маленький холст синего цвета. Холст разломан на две части. Неровный, но аккуратный разлом идёт от нижнего левого угла холста к центру верхнего края. Левый обломок холста слегка сдвинут вверх, он расположен под небольшим углом у правой части работы. На холсте изображена синеватая стена здания. Стена гладкая, с двумя вертикальными окнами в центре. Из разлома, закручиваясь, тянется металлический провод. Он выходит на поверхность холста и идёт в правый нижний угол холста. Через разлом виден объёмный подтёк вязкой массы голубого цвета. Анерические пространства, которые возникают у сюрреалистов, самого действительно фигуративного и повествовательного направления, которое было в том числе во французском искусстве. При этом то, с чем он начинает работать, он довольно рано находит ещё свой фирменный цвет, вот такие синие тона, и он начинает изображать оружие. Оружие, которым он был действительно нешуточно одержим. Тоже в одном из интервью Монари рассказывает, абсолютно повторяя, на самом деле, не знаю, сознательно или несознательно, одно из интервью Орхола, когда Орхол рассказывает, чтобы ему написать, ему кто-то из знакомых сказал, «Напиши то, что ты любишь больше всего на свете», и Орхол нарисовал долларовый билет. Это вполне себе самая ироничная история. Монари рассказывает, что когда ему тоже решил писать то, что он любит больше всего на свете, он стал писать «Револьверы». изображать «Револьверы». Он был одержим именно… Нравились ему не пистолеты, а именно что «Револьверы». Потамога, которую он рисовал там с детства в школьных тетрадях. Почему «Револьверы»? Потому что это оружие из вестерна, это оружие из кино. И его одержимость кино, собственно говоря, и была… Начинается буквально с выбора оружия. И он находит свой собственный любимый синий цвет, с которым он начинает работать. Это синий цвет, который во Франции почти такой же узнаваемый, как синий цвет его Кляйна и синий цвет Жака Монари. Цвет для него, опять-таки, связанный с кинематографом. Да, это 67-й год. Это все-таки человек, который вырос на кино. Монари, который говорит о том, что он, конечно, получил художественное образование, но для него… При этом для него там Орсен Уэллс на него, режиссер Орсен Уэллс на него повлиял гораздо больше, чем Веронеза или Сезанн, например. Это для него гораздо больше степени источник вдохновения. И синий цвет возникает из киновоспоминаний его детства, когда он рос, видимо, в небольшом городе. И он еще помнил такую удивительную вещь, как передвижные кинотеатры, которые приезжали показывать фильмы про маленький город. И, естественно, это эпоха черно-белого кино. Но эти кинщики использовали фильтры. Они показывали черно-белый фильм, ставя желтый фильтр на проектор, когда показывались и дневные сцены, и синий фильтр, когда показывались и ночные сцены. И вот это ощущение вот этой магической синей ночи, этого синего фильтра, который окрашивает черно-белую пленку, было одним из самых сильных воспоминаний детства Монари. Он рассказывал, как его магическое, постоянно вспоминает, как его магической для него была. Одна сцена из фильма, из которой он совершенно не может вспомнить, что это был за фильм, о чем это было. Но это было свидание ночное, которое происходило в лесу, юной девушке в белом платье, и такого же юного австрийского офицера в белоснежной форме. Вот эти две фигуры в белом, ночью в лесу увиденные через этот темно-синий фильтр, это то воспоминание, от которого он начинает создавать свои картины. И вот одна из первых его работ, вот этого фирменного его синего цвета, это его автопортрет. Картина Жака Монари «Всё, что мы видим и чем кажемся, есть сон внутри сна», 1967 год. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Картина почти полностью монохромна. Изображение выполнено в синем цвете, светлых и тёмных оттенков. Оно напоминает фотографию, но по теням и смягчённой расплывчатой текстуре объектов мы определяем, что перед нами картина. На заднем плане множество тонких вертикальных параллелепипедов, напоминающих небоскрёбы или заводские трубы. За ними синее небо с расплывчатыми белыми пятнами, похожими на условно изображённые облака. На переднем плане, в нижней части картины, мы видим легковой автомобиль. Он изображён в три четверти, очень близко к зрителю. Таким образом, мы видим передние сиденья и часть капота. Капот смотрит влево. Передние и задние части машины обрезаны краями картины. Справа за рулём сидит женщина с тёмными волосами и короткой стрижкой. Сзади, за первым автомобилем, мы видим второй. Он припаркован капотом вправо и также виден лишь частично. Пассажирская дверь открыта. Перед ней, между первой и второй машинами, изображён художник Жак Монари. Он положил руки на пояс и смотрит в сторону автомобиля с женщиной за рулём. Художник лыс. Глаза скрыты тёмными очками. Нос у художника узкий, губы тонкие. Художник одет в тёмную кофту с длинным рукавом и светлые джинсы. Женщину и художника разделяет белая неровная линия, отчего создаётся впечатление, что холст разорван на две части. Потому что что у него происходит, он не просто перебирает образы фильмов. Живопись – это способ поместить себя внутрь этого фильма, рассказать искусству, которое в равной степени предельно автобиографично и предельно вымышленно сделать свою автобиографию и превратить её в фикшн. То, чем потом будут заниматься художники следующего поколения, нескорее поколения Роберта Лонга. И картина, в которой есть он, Сав, в которой есть картина разделена, синее полотно, которое разделено белой чертою, как разорванная фотография, откуда берётся белая черта, почему он вообще пишет эту картину, потому что в этот момент он разводится со своей первой женой. И вот эта полоса разрыва, разрыва этого образа, то, что проходит через эту картину, то, что позволяет ему сделать автопортрет. И такой рифмой к этой работе оказывается с той же белой полосой, вот такое упражнение в стиле, с фигурой женщины подвинения, видимо, в свадебном платье, прячущей вот этот самый револьвер у себя подвале. И после этой работы Монари делает, в следующем году Монари делает один из самых известных и принёсших ему известности цикл работ. Он начинает работать с сериями. Вообще у него достаточно мало отдельно, вне серии находящихся работ. Это всегда циклы. И первый его цикл называется «Убийство». Это цикл, состоящий из нескольких картин. Цикл, в котором постоянно, вроде бы, одна и та же сцена фильма постоянно перемонтируется заново. Это, опять-таки, его автопортрет. Он помещает себя внутрь этого фильма, он превращает себя в жертву этого убийства, которое там происходит. Он покрывает, он стреляет по этим полотнам, эти следы от пули. Это не нарисованные следы от пули, это настоящие следы от пуль. Это постоянные, разобранные на кусочки, одна и та же сцена фильма, увиденная с разных ракурсов, разобранные на кадры, смонтированные, перемонтированные заново. То есть это все те эффекты монтажа, которые возможны в кинематографе. Картина Жака Монори из цикла «Убийство», 1968 год. Квадратный холст. На картине преобладает синий и белый цвета, поэтому она кажется почти монохромной. Изображение, как и предыдущее, напоминает перерисованную живописцем фотографию. Изображена туалетная комната. Белая кафельная стена занимает все пространство картины. На стене в левом нижнем углу висит овальная раковина. В правом нижнем углу – батарея. В правом нижнем углу картины перед батареей изображен мужчина, согнувшийся в молельной позе. Он сидит на коленях, его тело наклонено вперед, лицо опущено вниз. На нем небольшой круглый головной убор черного цвета и черная куртка. Мужчина повернут лицом к зрителю. Из-за его согнутой позы видны только его плечи и затылок. Фигура обрезана наполовину правым краем картины. Между раковиной и батареей в стене проделаны пять небольших круглых отверстий. Это следы пуль. Сверху на стене висит прямоугольное горизонтально ориентированное зеркало. Оно тоже изуродовано следами пуль. От круглых отверстий в зеркале в разные стороны идут трещины. В зеркале отражается улица. На заднем плане слева стоит здание с колоннами и многочисленными ступенями, ведущими ко входу в здание. Перед зданием и справа от него асфальтированная дорога. На ступенях и на дороге лежат тела людей. Некоторые люди пытаются бежать. Людей много. Создается ощущение полной неразберихи. Ситуация напоминает перестрелку. Погруженная в этот самый синий цвет. Цвет ночи, цвет сновидения и цвет и реального, как опять-таки Монарива определяет. Цикл в финале, в котором появляется убийца. Появляется та же самая женщина в подвине с фотою и с пистолетом в руке. С револьвером в руках. Видимо его жена. И ее портрет тоже, и ее образ изрешечен пулями. И это как бы... Такое произведение. У этого фильма, как бы... Это цикл. Как работал Монарива? Он работал по фотографиям. Естественно, поскольку это фотореализм, это работа по фотографиям. По фотографиям, которые на три четверти. Это снимки, которые делал он сам. Это постановочные фотографии, которые он снимает. После чего он их переводит в живопись. Он никогда не делает рисунки. Он говорит, что он не любит рисовать. Что, в принципе, его это не интересует. И вообще, зачем так стараться? Если рисунки, какими они не были бы прекрасными, все равно всегда стоят дешевле, чем живопись. Поэтому он всегда... Это непосредственная живопись, сделанная с фотографии. И сделана с постановочных снимков. Постановочных снимков, которые он, в отличие от многих аналогичным образом работающих художников следующих генераций, тоже не выставляет. И у этого, у «Цикла убийств» есть еще один первоисточник. Это один из двух экспериментальных фильмов, которые Монари снял за свою очень длительную, как вы видите, карьеру. Можно показать первый фильм, где, собственно, весь этот сюжет происходит. Все кадры фильма синего цвета. Компания молодых людей в небольшой комнате. Они общаются и веселятся. Мужчина в шляпе и пальто сидит на скамейке на улице. Крупный план лица женщины с короткой стрижкой и большими глазами. Мужчина широкими мазками закрашивает фотографии, висящие на стене. Человек бежит по улице мимо витрин. По заснеженной аллее едет белый кабриолет. Вновь мужчина, бегущий по городской улице. Такое очень стильное кино, очень 60-х годов, в котором есть эта сцена, две чередующиеся между собой истории. Вот этот бегущий по улицам человек, которого стреляют, и в какой-то сцене из фильма он падает, чтобы потом подняться и бежать дальше. Сцена, которую многие сравнивают с фильмом «Гадара на последнем дыхании». Со сцены из этого фильма. Фильм был снят за лет 8, по-моему, до работ Монари. Но фильм, в котором и чередуется со сценами праздника, развлечения, наслаждения. Фильм довольно занятный, потому что в нем чередуются еще две эстетики. Там есть все такие поздние 60-е, уже почти очень богемные. И есть эстетика, гораздо более старая эстетика фильма «Нуар» 40-х-50-х годов, который принадлежит, собственно говоря, протагонисту. И, собственно, эта эстетика 40-х-50-х – это та эстетика, с которой Монари работает на протяжении всей своей карьеры. И что еще в этом цикле «Убийство» примечательно? Это то, что это картины, живопись, частью которой являются не только… Это еще объекты, да, частью их являются не только следы от настоящих пуль, которые художник выпускал по своим полотнам, но частью их являются зеркала. И в какой-то момент зритель оказывается внутри этой картины, оказывается внутри этой сцены убийства, оказывается в ситуации, когда он может выбирать, кем он является здесь. Является ли он здесь преследуемым, является ли он жертвой, является ли убийцей, какую роль в этом фильме, в этом триллере, в который его втянули, какую роль он там должен играть. И Монари делает этот цикл убийства в момент, когда он переживает очень тяжелую психологическую ситуацию. Он чувствует, что весь мир как бы ополчился против него. Он чувствует эту огромную агрессию на него направленную. И он начинает ее изживать, превращая себя в персонажа вообще некоего фильма, некоего жанрового фильма, чтобы понять, что эта агрессия направлена не лично против него, что это просто некая агрессия, которая есть, как существует в мире. И в которой в какой-то момент он переносит эту агрессию на зрителя, которому он затягивает в эту игру зеркал, затягивает в этот фильм, предлагая ему в каком-то смысле стать жертвой этого убийства вместо него или почувствовать себя убийцей на выбор. Это такая интерактивная история, напоминающая, естественно, кинематографию этого цикла, этой игры с зеркалами. Есть вполне определенный кинематографический первоисточник, о котором Монари говорил. Это фильм, великий фильм, великий нуар Уэллса «Леди из Шанхая», где финальная развязка происходит в зеркальном лабиринте, где надо разбить все зеркала, чтобы понять, что из этого не отражение, и кого можно убить. Потом эта сцена очень знаменитая, которая потом много-много раз цитировалась и повторялась во множестве других фильмов, что менее оригинально, чем повторить ее в живописи, втянув туда зрителя. С единственной, наверное, историей, что у Монари зеркало не бьется, когда в него выпускают пули. Он может показывать все пули туда, выпущены в это полотно, но изображение не разбилось, образ не исчез, он остался, несмотря на эти пули, он остался неразличимым. И то, что делает Монари, тема его в Колумбаре, фотографии, это постоянное присутствие, с одной стороны, смерти, убийства, насилия, и синий фильтр, синий цвет, с которым он работает, это то, что позволяет ему создавать дистанцию между собой, тем самым достаточно абстрактным насилием, которое существует в кино. Синий цвет – это цвет, это фильтр, который позволяет предположить, что все, что мы видим, все-таки не настоящее, что это иллюзия, что это происходит не на самом деле. Поэтому тогда же возникает сюжет с этим синевою, сюжет про другую жизнь, про воображаемую жизнь. Монари очень занятный персонаж по фактуре, потому что, с одной стороны, это бесконечное выражение такой старомодной крутости. Человек в шляпе с пистолетами, с револьверами, который сам, собственно, герой этого фильма, нуар. А с другой стороны, это человек, который абсолютно из картины в картину признается, что он живет воображаемым миром, что это самое прекрасное, что можно сделать, это такой абсолютный эскапизм, уйти в этот мир вымысла, придумать себе эту другую жизнь, которую можно прожить, прожить ее в кинематографе. И причем придумать эту жизнь, рассказав ее образами, заимствованными у других. И у него замечательно определение, почему ему интереснее писать кино, чем реальность, потому что он может рассказать свой опыт образами, заимствованными у других авторов, потому что тогда он себя чувствует не таким одиноким. Его образ, его жизнь уже кто-то рассказал. Поэтому вот эта тема другой жизни, тут такая вполне магритовская в этой картине, тема, к которой он возвращается все постоянно, воображаемая жизнь, вот эта анаграмма, собственно говоря, фамилии, его имени и фамилии Жак Монари, с теми же зеркалами, с тем же постоянным переигрыванием, потому что это фиктивная жизнь, это та жизнь, в которую можно каждый раз вернуться. Тема сновидений, тема, как бы мир, абсолютно искусственный мир, в котором абсолютно нету места природе уже. Нету мира, поэтому там возникает достаточно, природа, как бы натура, природа. Он тоже художник такой, что я никогда в жизни не писал с натуры, потому что мы уже давно не воспринимаем эту натуру, мы давно воспринимаем природу через фильтры образов кино, образов масс-медиа, поэтому, когда я пишу по фотографии, я пишу реалистичнее, чем если бы я писала с натуры, и натура, природа у него возникает в таких уже абсолютно отодвинутых, модифицированных искусственных образах, и в образах цитаты из жилописи, вот такие вот вельветовые, бархатные джунгли, которые являются парафразом завтрака на траве. Две картины Жака Монари «Бархат джунглей» номер 10 дробь 1 и номер 10 дробь 2, 1970 год. Два прямоугольных холста, ориентированных горизонтально. Картины одинаковые и написаны в синих и белых тонах. Однако всё, что имеет светлый тон на картине слева, затемняется на картине справа и наоборот. Изображение слева напоминает фотографию, справа её негатив. На картинах изображены три девушки, окружённые деревьями, кустарниками и цветами. Первая сидит в левом нижнем углу и повёрнута боком вправо. Она сидит на земле. У неё светлые волосы до плеч. Она одета в закрытый купальник белого цвета. Справа от неё, почти в центре картины, на земле сидит вторая девушка. Она повёрнута боком влево, смотрит на зрителя и улыбается. Она сидит, положив локоть правой руки на коленку. У неё тёмные короткие волосы. Она тоже одета в белый закрытый купальник. Третья девушка изображена на заднем плане справа. Она сидит в садовом кресле. Девушка немного сползла в кресле и упирается вытянутыми ногами в землю. У неё длинные тёмные волосы. Девушка одета в белое платье. Поверх глаз у всех девушек нарисованы узкие горизонтальные прямоугольники белого цвета. В левом верхнем углу поверх картины буквы «Г» помещены три небольших изображения. Они демонстрируют стадии завязывания узла на деревянном столбе. Но при этом джунгли, которые в 70-м году само слово «джунгли» читалось как отсылка к войне во Вьетнаме, потому что это первые джунгли, которые приходили в голову. И вот такой странный мир, который одновременно и пасторальный, и достаточно пугающий с этими... И мир, в котором абсолютно очевидно, что все эти растения могут быть только искусственными, что это абсолютная декорация. И такие же вот эти искусственные сады, к которым он возвращался уже в более поздних своих работах. Немножко живее у него... Единственное, что у него остается от природного и завораживающего – это зверя. Он постоянно рисует тигра. Тигра там сначала для начала котиков все-таки, а потом там происходит в таких пупартах. Потом там все время возникает этот самый тигр. Тигр как образ завораживающий, пугающий, чувственности. Поэтому он рифмуется с женскими портретами. Тигр, который скорее... Тигр – сновидение. Тигр, который, скорее всего, ну, помимо того, что действительно очень бесконечно красивое кинематографическое создание, еще в такой майбриджевской здесь раскладке данная, тигр, который, скорее всего, очень может быть является еще отсылкой к Сальватору Дали, да, вот в знаменитой картине с тиграми, да, полет пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения, да, что тигр – это создание из сновидений. Это, собственно говоря, символ вот этого власти, завораживающей власти и опасности, которая как бы таится в этом самом сновиденческом мире. Вот этих тиграх он все время постоянно рисует. И рисует, собственно говоря, естественно, рисует сны, потому что «Фабрика грез» давно понятна вот эта рифма между миром сновиденческим и миром кинематографическим, который он повторяет, раскладывая его на кадры, путая эти кадры, собирая картинки, опять-таки еще одну серию с изображениями контрольных кадров, где каждая из этих картин, каждая из этих полотен могла бы быть сцена из какого-то фильма, но никакой целостного, это отрывки, но отрывки, фрагменты, за которыми нету никакой целостности, но отрывки, за которыми очень хочется этот сюжет угадать. Это действительно очень повествовательные, как бы повествовательные работы, искушающие своим сюжетом, который за ними стоит, но которого, на самом деле, нам никогда не рассказывают. То есть, собственно говоря, это саспенс в чистом виде, это некое... И при этом с абсолютно опознаваемым жанром, что это может быть только триллером, что это может быть только детективная история, что это не может быть мелодрамой, что это не может быть комедией, что это может быть фильмом ужасов, что это действительно некое жанровое определение, достаточно понятное. И это всегда места действия, это всегда свойственное нуару, потому что тот стиль, с которым Монари чаще всего ассоциируется, это стиль нуар, стиль, в любви к которому он признается, стиль, опять-таки, связанный с американским кинематографом, мы, наверное, только во Франции есть удивительно трепетное, с одной стороны, соперническое, с другой стороны, трепетное отношение к американской массовой культуре, потому что, с одной стороны, Франция все время противостоит, ей тут колонизация американская, а с другой стороны, именно во Франции французские интеллектуалы, французские художники видят в этой массовой культуре объект статизации, объект изоизвлечения. Всем нам знакомое понятие фильм-нуар, особенно определение жанра, придумано не в Америке, а в Американце этой серии B40-50-х годов вообще не очень интересовались. Определение фильма-нуар дано в середине 50-х годов французскими кинокритиками, которые выделили это в определенный жанр, описали эту эстетику и увидели за этим некую целостность. И именно с этим нуаром работает, с нуаром, с его фаталистичностью, с его ночным, вот этим ночным синим миром, с его интересом к антигероям, с его детективами, в которых не важен полицейский, а важен преступник, с его фатализмом судьбы, а не наказания, потому что там, скорее всего, судьба накажет этого преступника до того, как его поймает полиция, на чем строится логика нуара. И вот эту логику нуара и фантастики части Монари воспроизводит в своих фильмах, потому что он сам себя считает, что это фильм, нарисованный фильм, в большей степени, чем живопись-живопись, чем картина. Он как бы отказывается видеть в этом картины, поэтому это серии. И у него, конечно, есть свои кинематографические, помимо американской киноклассики, у него есть достаточно близкие ему аналоги в французском экспериментальном кино. Замечательный, тоже один из фильмов, чье влияние он признает. Фильм «Взлетная полоса», снятый фотографом и кинорежиссером, основным документалистом Крисом Маркером в 1962 году. Это совершенно уникальный фильм, это научная фантастика. По тому же сценарию, потом Терри Геллиам снимет более знаменитый, наверное, сегодня фильм «Двенадцать обезьян». Это история о путешествиях во времени. Но эта история, снятая в уникальном формате, это фотофильм. Это фильм, состоящий из топ-кадров. Сейчас небольшой фрагмент из этого фильма мы посмотрим. Покажите, пожалуйста, следующее. Серия фотоснимков. Самолёт в небе, встревоженные люди на взлётной полосе. Самолёт на взлётной полосе. Серия снимков. Пейзаж Парижа сменяется кадрами разрушенного города. Кадры как будто медленно растворяются один в другом. Весь фильм выполнен в синим цвете. Это фильм, смонтированный частично из постановочных фотографий, кадров сделанных для этого фильма, частично из архивных. Фильм, главный герой которого путешествует во времени, но каждый раз он попадает в то или иное будущее или прошлое на очень небольшой период времени, на несколько минут. И он не может никогда понять, вот этот момент, в который он попал, был до того момента, где он уже был, или после него. То есть это абсолютно фильм про разрушенную временную последовательность. Поэтому это фильм, который может состоять только из этих самых фотографий. Потому что мы не знаем, что было до и что было после. Такое разрушенное повествование. Действительно, это и по картинке, и скорее по этой уникальной повествовательной структуре. Это очень близко к тому, что делает Монорей, действительно, потому что мы видим его удивительные кадры, но мы абсолютно не можем представить, что было в предыдущем кадре, что будет в следующем кадре. Это некий, там есть саспенс, но саспенс, у которого невозможно представить расширение. А сейчас дверь откроется, и за ней кто-то будет. Мы никогда этого не можем узнать. И еще Монорей довольно редко ссылается, удивительным образом не ссылается, когда он говорит о кино, не ссылается на своих современников, на того же Гадара, и на режиссера французской новой волны, которые между тем были вдохновлены тем же самым фильмом «Ноар», который они открывают заново, тем же самым, американской серией «Б». И может быть потому, что Монорей немножко позже будет говорить, что один из его любимых режиссеров – Вин Вендерс. Но там не Гадара, не Лан Рене, например. Может быть потому, что то, чем занимался, чем в 60-е годы занимались эти режиссеры, было слишком близко к тому, что он делал сам Монорей. Они точно так же деконструировали язык американского Нуара, разбирая его на составные части, разбирая его на некие другие повествовательные схемы. Может быть, самый интересный здесь пример – это даже не альфавиль Гадара, хотя это очень похоже по картинке и по сюжету, а удивительный фильм, который снял в 66-м году писатель, один из лидеров французского нового романа, а Лан Рок Грие – трансевропейский экспресс. Это нуар, который сам себя сочиняет, потому что эта история начинается с того, что в поезде в этом трансевропейском экспрессе случайно встречаются сценаристы, актеры, которые там же едут, Тритиньян, который играет сам себя, и эти сценаристы и продюсеры начинают сочинять сюжет фильма для актера, который оказался их попутчиком, и этот сюжет начинает реализоваться по мере того, как они его сочиняют. Мы не можем понять, о чём это фильм, который они снимают, это происходит сейчас. Фильм, в котором есть нуар, в котором есть эротика, в котором есть садомаза, в котором есть действительно всё то, что есть в фильмах Монорея. И я не знаю, насколько Рок Грие был в курсе картин Монорея, а Монорея видел этот фильм. Я знаю, что роман Рок Гриея видел достаточно много покетбуков, которые просто с этими картинами Монорея, с репродукциями Монорея на обложках вполне логическим образом издаются. И при этом, естественно, отсылок к кинематографу Монорея довольно… Они наиболее бросаются в глаза, но у него есть и переосмысление классической живописи. В 70-е годы он, например, делает цикл, посвящённый Каспару Давиду Фридриху, немецкому художнику, романтику, исследователю романтического пейзажа, переосмысляя уже пейзажи современные, там, концлагеря, колючую проволоку, но создавая некую антиисторическую живопись, где есть неисторическая трагедия, где есть то, что это трагедия места, трагедия ландшафта, ландшафтов самых разных, в которые он преобразует этот романтический ландшафт, сочиняя там… И одна и только одна из картин является, собственно говоря, повтором, репликой прямой на полотно Каспару Давиду Фридриху. Он сочиняет как бы свое путешествие, свой роуд-муви, я понимаю, почему ему нравится «Вендерс», потому что он снимает такое же дорожное кино, снимает, рисует. В 1973 году он, наконец, отправляется в Америку, которая его завораживала, которую он объезжает на машине, ездит по ней на машине, путешествует со своим сыном. А Америка, которая, в 70-е, которая он описывает как страну большей честности, потому что там более жестокую, более прямую, более брутальную, более прямую и в своей жестокости, но и в своем великодушии. Страна, по которой он сам замечательный, там, что можно пойти и купить оружие. Поэтому первое, что он там сделал, он пошел и купил револьвер, и они с сыном стреляли по банкам. Вот он своего сына с револьвером, собственно говоря, пишет в этой серии «Полотен Антуан», это его сын, превращая тоже в какую-то очень завораживающую историю с этим, из какого фильма это могло бы быть. И там же пишет серию «Долина смерти». Это реальные топонимы американские. Место, где снимали, Забрийский поинт, тоже такое вполне себе кинематографическое место. И эта «Долина смерти», полотна, сделанные по фотографиям, которые сам Монарин делал в путешествии, у него опять-таки монтируется с еще одной цитатой из классического искусства, с полотном, с гравюрой Дюрера «Рыцаря смерти». Калаш Жака Монари из цикла «Долина смерти» 1974-1975 годы. Длинный прямоугольный холст ориентирован горизонтально. Он разделен на четыре равные прямоугольные части, ориентированные вертикально. На первых двух прямоугольниках слева располагается картина Жака Монари. Она выполнена в синем цвете разных оттенков. На ней изображена пустынная местность. Линия горизонта делит картину пополам. Слева вглубь картины тянется неширокая асфальтированная дорога. На переднем плане, в правом нижнем углу, на обочине дороги стоит табличка. На ней на английском языке белыми буквами написано «Долина смерти». Справа от картины помещен оттиск гравюру художника Альбрехта Дюрера. Это третья вертикальная часть работы. Оттиск чёрно-белого цвета. Изображение на нём скорее похоже на графический рисунок. Тени и силуэты созданы тонкими и частыми линиями. На переднем плане изображён рыцарь в доспехах и на коне. Он повернут влево. В правой руке он держит копьё, раскрашенное голубым цветом. На заднем плане слева возле коня стоит ещё один конь. На нём сидит смерть в облике уродливого старика с длинными волосами и бородой. Справа от смерти стоит дьявол со свиным рылом и огромными ушами. Четвёртая вертикальная часть коллажа разделена пополам горизонтальной линией. Сверху от линии изображена витрина в музее или в магазине. На ней расположены черепа разных животных разных размеров. Некоторые из них с рогами, некоторые без. Снизу изображена заправочная станция. На ней стоит старинный чёрный автомобиль. Перед ним стоит мужчина. Это долина смерти, что по ней путешествует рыцарь со смертью. Это та европейская культура, которая как бы как она обретает соразмерное ей мифологическое пространство. Поэтому есть вот этот ландшафт, есть витрина из этнографического, какого-то краеведческого, да, наверное, музея с этими черепами животных. И есть фотография самого монаре с сыном перед большой американской машиной, на которой он путешествует в этом самом своём роудмобе. Есть серия полотен про Нью-Йорк, как город одиночества, да, как город такого. Есть, и, естественно, там возникает ещё один омаж художнику, которого монарея не мог не заметить, да, как своего предшественника. Это, естественно, омаж Эдварду Хопперу. Берёт он полотно «Дому железной дороги». Тот полотно, которое, в свою очередь, стало источником, как считается, для декораций, для места действия фильма «Хичкока. Психа». Вот этот до дома особняк из «Психа». И Хоппер, который был одним, наверное, из первых... Хоппер, к которому монарея возвращается уже в 2000-е годы. Хоппер, который, может быть, был одним из первых живописцев, настолько вдохновлённых кинематографом и настолько вдохновлённых... Он был синефилом, действительно, настолько вдохновивших кинематограф, может быть, самый цитируемый в кино живописец XX века. Хоппер, который, как монарея совершенно справедливо говорит, Хоппер, который тоже нарративен, но у него нет истории, у него есть только источник истории, у него есть возможность истории, но эта история никогда не рассказана. То есть такой абсолютный мастер саспенс. Ну, реализм монарея представляет вот в таком виде, потому что никакая сама реальность его не интересует. Реализм – это реализм порнографии, это всегда реализм отодвинутой фальсификации, при том, что у монарея почти нету эротики. Это художник, у которого есть насилие, есть жестокость, но, собственно, эротика может быть только с перерисованным кадром из порнофильма. Это мир, который становится все более и более барочным, потому что игра иллюзорного и реального мира – это тема барока, который возвращается в сюрреализме, который возвращается таким странным образом на кинематографических играх, которые превращаются уже в оперу, застывшую оперу, один из самых сюрреалистических циклов, которые существуют у монарея. И это как раз тот самый случай, когда художник, абсолютно пропитанный цитатами из кинематографа, сам становится источником вдохновения для кино. В 1981 году Жан-Жак Бенекс, один из кинорежиссеров того же поколения, что Бессон и Каракс, художник-режиссеров, перепридумывающих французское кино, это новая-новая волна французского кино, постмодернистская, ориентированная на создание массовой мифологии, снимает фильм «Дива», вдохновленный этой серией монареи, безумно красивый, действительно, в этих синих тонах снятый фильм, который я вам очень советую при случае найти и посмотреть. И при этом у монарея происходит один период, когда он отказывается от фигуративности, отказывается от синего цвета, он начинает рисовать звездное небо. Картина Жака Монаре из цикла «Небеса, туманности, галактики», 1976-1979 годы. Прямоугольный холст ориентирован горизонтально и разделён на три равные вертикальные части. Изображено звёздное небо. Оно как бы переливается оттенками жёлтого, сиреневого, синего и чёрного. На этом фоне яркими белыми точками блестит россыпь звёзд. В центре точек много, по краям их становится меньше. Он начинает рисовать его, чтобы показать своё нежелание отвернуться от того мира, который он не может принять, потому что это мир жестокости, это мир цинизма, но и от которого он не в силах оторвать взгляд, потому что этот мир его завораживает, чтобы прекратить это ощущение вот этой заворожённости порочной. Он начинает рисовать звёздное небо, он делает, и именно звёздное небо у него перестаёт быть синим. У него именно в этом звёздном небе возникают краски. И звёздное небо, которое возникает, как небо, собственно говоря, это фотографии из научных журналов, как небеса, которые связаны не с трансцендентным, а связаны с наукой, с техникой, с техническим прогрессом. А Монари с 70-х годов очень дружил и находился в неком диалоге с французским философом Жан-Франсуа Леотаром, одним из основоположников, собственно говоря, первых теоретиков того, что такое постмодернизм. И для Леотара в этом постмодернизме главное было, что становится в этом мире, в этом новом состоянии мира, в этом новом состоянии сознания, с чем становится понятие возвышенного, до чего-то, что больше нас, чего-то, что нам внушает трепет. И возвышенное, и он пишет об этой серии Монари, что это возвышенное, которое стало возвышенным технологией, которое стало возвышенным наукой, которое стало эти небеса, это небеса, которые увидены через телескоп, это небеса, которые доступны нам только через видение технологии. Вот такие вот небеса, то, что он создаёт, этот цикл. И после этого он начинает, ненадолго возвращается к цвету и делает вот такую вот серию, которая называется «Техникалор». Картина Жака Монари из серии «Техникалор», 1976 год, квадратный холст. Картина выполнена в трёх цветах, но имеются их различные оттенки. Цвета сменяют друг друга, начиная с верхнего левого угла и двигаясь по диагонали в правый нижний угол. Сверху синий, далее фиолетовый, ниже – жёлтый. Перед нами терраса ресторана. На переднем плане, в центре картины, за столом сидит пара. Мужчина слева и женщина справа. Они смотрят друг на друга. Волосы мужчины короткие и тёмные, аккуратно уложены. Мужчина одет в строгий тёмный костюм и белую рубашку с тёмным галстуком. У женщины тёмные волосы, уложенные в высокую прическу. Она одета в светлое платье с глубоким декольте. Стиль одежды отсылает нас к 50-60 годам XX века. Стол покрыт скатертью с растительным узором. На нём стоят бокалы с вином и тарелки. Правый угол стола как бы светится жёлтым светом, в то время как пара и остальная часть террасы ресторана написаны фиолетовым цветом. Всё пространство ресторана заполнено различными комнатными растениями. В верхней части картины, над крышей террасы, сумеречное небо, насыщенного тёмного синего цвета. Серия 76-го, по-моему, года. Единственная, может быть, серия, где для него это голливудское кино, становится не вот этим завораживающим миром в синей дымке, становится набором штампов, становится кичем. Техникалор – это старая техника первоцветового кинематографа, когда, чтобы получить цветное изображение, накладываются друг на друга три фильтра основных цветов. Я так очень грубо объясняю. Вот этот красный, жёлтый и синий. И этот красный, жёлтый и синий, которые должны дать ощущение цвета, образовая основные цвета, которые должны образовывать цвет. Собственно, здесь они так и не дают это реалистическое цветовое изображение, но и при этом отсылают, естественно, к тем играм, эти основные цвета, которые были у Мондриана, которые были у Барната Ньюмана, с этой самой игрой в три основные цвета, и у Ивы Клявина. И первая работа из этой серии – это «Смерть Мане». Картина Жака Монари «Смерть Мане», 1977 год. Вертикально ориентированный прямоугольный холст. На картине присутствуют всего три цвета – синий, оранжевый и фиолетовый. Изображён пруд или заводь с обильными зарослями на заднем плане. Нижняя половина картины – синего цвета. Изображён пруд, полностью заросший кувшинками. Они нарисованы частыми короткими мазками. В центре круга из кувшинок, на их поверхности, стоит стул, который почему-то не тонет. На стуле стоит мужчина в шляпе с широкими полями. Мужчина слегка наклонён вперёд. В руках у него ружьё. Перед ним, по центру нижнего края картины, среди кувшинок, тонет светлый предмет, похожий на чемодан или кейс. Мужчина стреляет в тонущий перед ним раскрытый кейс. Кувшинки и художник написаны в синем цвете. На заднем плане кувшинки окамелены широкой полосой водной глади оранжевого цвета. За водной гладью справа и слева высятся пышные заросли фиолетового цвета. Коллеги Монари по повествовательному искусству убивали Дюшана, чтобы вернуться к живописи. Монари убивает Моне, чтобы отказаться от картины и вернуться к повествованию. Монари всё время говорит, что мало того, что он не умеет рисовать, он ещё не любит живопись-живопись. Живопись, как создание картин, он любит это повествование, он не питает никаких иллюзий по поводу самоценности вот этого самого живописного полотна и по поводу возможности возврата к этой живописи, к этому письму с натуру. Поэтому Моне умер. И интересная история фотографии. Это фотография самого Монари, который расстреливает некий предмет. И это такая фотография, которая была сделана в то время, как он создавал вот такую вот замечательную книгу художника, которую он сделал, книга Станислав Раданский. Это я как бы только сейчас узнала о существовании этого персонажа. Это совершенно удивительный культовый французский писатель очень позднего призыва сюрреалист, настолько поверивший в эту историю жить свободно как в сновидении и вести себя как антигерой, как антигерой сюрреалистического повествования, как антигерой фильма «Нуар», что он там мог угонять машины, грабить, употреблять наркотики. Но при этом он как бы настолько не мог различить, где он существует, что он половину времени там проводил в тюрьме, половину времени проводил в психиатрической больнице и умер в психиатрической лечебнице, оставив вот такую вот невероятную автобиографию в жанре в жанре шпионского романа. Работа Жака Монари, посвящённая роману Станисла Сарадански «Победа под тенью крыльев», 1975 год. Перед нами на сером фоне лежит открытый чёрный кейс. В кейсе слева лежит блокнот голубого цвета, справа от него — револьвер. Между блокнотом и револьвером внутри кейса проделаны два отверстия, похожие на следы от пуль. К откинутой наверх половине открытого кейса прикреплён квадратный кусок географической карты. На нём голубым цветом изображён океан. В карте также два отверстия, проделанных пулями. Такую проекцию себя, этот роман многие художники даже не иллюстрировали, а издавали в виде вот такой книги «Объект» и вот свою версию с пистолетом, с револьвером, прилагающимся к этой книге и с пробитыми пулями работами, фотографиями военными, найденными, по-моему, войной во Вьетнаме, которые Монари переосмыслил как иллюстрация, к этому роману, он сделал. И расстреливает он там именно этот чемоданчик. Вообще довольно много работал в книжках с тем повествованием, которое уже принадлежит не из фильма, а действительно с повествованием. Он работал, например, с Мишелем Бютором, тоже одним из авторов французского нового романа. Он работал с Леотаром, который написал свой повествовательный текст про Америку и проиллюстрированные фотографиями, в редкий случай, когда Монари его проиллюстрировал именно фотографиями. И сделал свою версию фоторомана удивительного жанра, который существовал во Франции в то время. Достаточно часто это были детективы, полары, полицейские романы, которые иллюстрировались постановочными фотографиями, чтобы этому вымышленному миру придать ощущение реальности. То есть это не снятый фильм, это псевдодокументальная иллюстрация вымысла. Идущий, опять-таки, Сандро Бреттон, который самые свои сюрреалистические опусы иллюстрировал именно фотографиями, как попыткой задокументировать недокументируемый субъективный опыт. И вот эти самые фотороманы, фильм «Нуар», которому Монари возвращается на протяжении всей своей карьеры. Работы, в которых, наверное, есть ощущение фотореализма или гиперреализма. И тот же Леотар пишет совершенно замечательно, в 1975 году, по-моему, публикует замечательную статью про Монари, которая называется «Лебединальные каноны и Дэнди», которая рассматривает работы Монари с точки зрения перераспределения желания в капитализме, перераспределения либеда. И он пишет о синем цвете Монари как о цвете отложенного желания, как желание, которое можно капитализировать, которое можно превратить в капитал. И начинает он этот текст с отсылки к рассказу Борхеса, к рассказу Борхеса «Восстание зеркального народа». Замечательное определение того, чем является гиперреализм. Что есть этот рассказ про то, по-моему, это из «Энциклопедии вымышленных существ», про то, как в какой-то момент вместе с людьми жила еще некая раса создания. Эти создания взбунтовались, их загнали, обязали жить в зазеркалье и обязали не показывать свой истинный облик и вечно заниматься только тем, чтобы подражать движениям людей, которые смотрят в эти зеркала. Но однажды этот зеркальный народ ждет момента, чтобы взбунтоваться и вырваться из этого зазеркалья. И для Леотара предметы гиперреализма – это вот эти самые существа по ту сторону зеркала, которые ждут момента, чтобы взбунтоваться. А сама поверхность полотна становится мембранной, становится тем, что удерживает этот другой мир по ту сторону. И тем, кто контролирует эту… И, соответственно, история про картины становится историей про власть. Кто контролирует эту границу? Ее контролирует художник, ее контролирует зритель, потому что всегда инстанция власти – это то, что говорит, что эта власть всегда предлагает свою одну единственную версию реальности. Если как только что-то начинает ей угрожать, как только эта мембрана прорвется, это конец власти, это вариант революции. И вот этот самый зеркальный мир – это удивительный мир, за которым происходят какие-то волнения все время, что там все время он не отражает нашу реальность. Это все время такое тревожное ощущение, которое всегда в этих работах есть. Так же, как и есть… Опять-таки возвращаясь к отсылкам классической живописи, к классическому искусству, к которому Монари вместе с кино есть. Меланхолия – версия Дюрера. Картина Жака Монари «Меланхолия», 1982 год. Горизонтально ориентированный прямоугольный холст. Картина выполнена в трех цветах. Слева – четверть картины желтого цвета. Далее, справа – почти вся картина фиолетового цвета. И только в правом нижнем углу – картина синего цвета. Переходы между цветами плавные. Изображение фотореалистично, но текстуры смягчены, а в определенных местах отчетливо видны мазки кисти. Изображена жилая комната. В центре стоит прямоугольный стол, за которым слева сидит молодая девушка. Стол покрыт скатертью, на которой видны сгибы, образующие ровные прямоугольники, как будто скатерть была сложена, а потом сразу постелена на стол. Девушка сидит слева от стола и повернута в профиль. Перед ней на столе стоит проигрыватель, напоминающий по форме коробку. Девушка сидит в наушниках. Локоть левой руки она поставила на стол и оперлась головой на эту руку. У неё светлые волосы до лопаток, откинутые назад. На ней короткая ночная сорочка на бретельках. На заднем плане на стене висят плакаты и рисунки. И девушка, и стол, и задний план выполнены в фиолетовом цвете. Ещё одна версия Дюрера. Два было любимых художника старинных. Это Дюрер и Гоя. Потому что Гоя тоже работал сериями, тоже работала раскадровками. Собственно, как и Лонг. Поэтому же выбирали Гоя. И вообще-то, видимо... И сюжет, который тоже возникает, это сюжет про побег, естественно, потому что один из главных кинематографических сюжетов. И одна из самых странных серий. Действительно, серия Монари, которая вдохновлена сновидением, которому приснился. Ему приснился сон про то, что он... Сон абсолютно эйфорический, про то, что он вместе с некой маленькой девочкой они грабят ювелирные магазины. И постоянно находятся в бегах. Но в этих бегах... Прекрасно знаешь, что в этих бегах их никто никогда не поймает. Картина Жака Монари из цикла «Воровка» 1985-1986 годы. Прямоугольный вытянутый холст ориентирован горизонтально. Почти вся картина выполнена в оттенках синего цвета, а правый нижний угол ярко-жёлтого цвета. Изображение напоминает чёрно-белую фотографию, но по смягчённым текстурам и теням определяем, что перед нами картина. Изображено помещение ювелирного магазина с высокими стеклянными стенами. Задний план полностью занимает огромное стеклянное окно магазина, за которым идёт широкая асфальтированная улица. На другой стороне улицы виден первый этаж противоположного дома с дорогими бутиками. Внутри магазина, на переднем плане, изображена стеклянная витрина, на которой стоят белые подставки для украшений в виде женских бюстов. За витриной в правой части картины стоят девочка лет тринадцати и мужчина. Они повёрнуты лицом к зрителю. Девочка стоит слева, мужчина справа. У девочки тёмные длинные волосы, собранные в два хвоста, украшенные белыми бантами. Она одета в белое летнее платье с коротким рукавом. На мужчине шляпа и пальто. Девочка стоит, положив руки на витрину. Она немного отвернулась от мужчины и из-под лобья смотрит влево. Мужчина наоборот повёрнут к девочке. Его левая рука протянута к чему-то, что лежит перед девочкой на витрине. Он то ли предлагает ей что-то, то ли что-то у неё забирает. Мужчина смотрит вниз, его лицо скрыто полями шляпы. В правом нижнем углу картины виден большой яркий всполох жёлтого цвета. В этом всполохе угадываются какие-то силуэты, множество бликов и теней. Однако точно сказать, что в нём изображено, нельзя. То есть ощущение такой абсолютной безнаказанности и удивительно ещё двойное смысл этого слова «волёс», которое на французском может обозначать воровку и чаще всего считывается как воровка, но может и обозначать кого-то, кто летает. Воле – это и красть, и летать. Это ощущение полёта и абсолютной безнаказанности. Той безнаказанности и бессмертия, которое даёт киномир, потому что то, почему он обращается к кино ещё, это общий опыт, что его всё время с детства потрясало, что в фильме герой может умереть и в следующем фильме вернуться на экран или в следующем сеансе вернуться на экран. То есть это мир такого абсолютного бессмертия, в котором можно повторять все те же сюжеты, как он повторяет убийство уже в 2010 году и как он повторяет этот нуар, который у него в каких-то сериях может быть вполне себе не кинематографическим ужасом, вполне себе реальным, с какими-то умирающим человеком на тротуаре, которому никто не хочет помочь. И здесь исчезает синий фильтр, исчезает ощущение нереальности, исчезает, чтобы потом в той же серии нуар вполне себе вернуться на место, на место успокоить нас и сказать, да, вполне возможно, всё это не на самом деле, мир, фильм кончится, мы проснёмся. И всё как бы вот синий и чёрный, всё это, и синяя, конечно, которая ещё является цветом телевидения, да, как тот же Леотард напоминает, что это синий цвет сна, синий цвет вот этих диковинных фильтров, с которыми Монори, как человек ещё вот эпохи чёрно-белого и немого даже кино смотрел фильмы в своём детстве, ну, конечно, если вы уже начиная с 60-х, да, 70-х годов, синий цвет – это цвет телевидения, который очень редко прерывается вот этим вот красным, как цитаты, из самого себя, вот этими пустынными коридорами, в котором зелёным, который один из самых ненавидимых им цветов, который у него тем не менее появляется вот в такой серии цвета. Работа Жака Монори из серии «Цвета», 2002 год. Горизонтально ориентированный прямоугольный холст. Изображение состоит из двух частей. Левая часть занимает одну треть холста. Это афиша чёрно-белого фильма «Без ума от оружия». Афиша представляет собой раскрашенный в зелёный цвет кадр из фильма. На афише изображён темноволосый мужчина в тёмных очках. Его голова повёрнута вправо, рот открыт, как будто он что-то кричит, у него взволнованный вид. Он одет в пальто. Перед ним находится женщина. Мужчина обхватывает её двумя руками, пытаясь удержать. Женщина повёрнута спиной и рвётся вправо с револьвером в правой руке. У женщины кудрявые светлые волосы до плеч, выбивающиеся из-под чёрного берета. На ней тоже надето пальто. Над мужчиной и женщиной в стиле настенных граффити написано чёрным цветом название фильма «Без ума от оружия» на английском языке. Изображение справа занимает две трети холста. Это картина Жака Монари. Картина выполнена в синем цвете. Изображён интерьер-кафе. Большая комната, заставленная рядами прямоугольных длинных столов. На переднем плане на столе слева лежит человеческий череп. За следующим столом сидит мужчина в кепе и пальто. Он облокотил голову на правую руку, за которой не видно его лица. В правом верхнем углу картины вставлен небольшой прямоугольник, в котором изображён тигр. Изображение выполнено в том же синем цвете и в том же реалистичном стиле. Тоже с ещё одной отсылкой к его любимому фильму «Без ума от оружия». Замечен как раз классическому нуару про молодого человека, который не способен никого убить, но при этом настолько одержим оружием, что он становится идеальным стрелком, знакомится с роковой женщиной, которая тоже идеальный стрелок, но она готова убивать. И, естественно, кончается это всё очень плохо. изумительной красоты фильм про одержимость оружием, которое не может не заставить обладателя этого оружия выстрелить из него. Тоже очень советую просмотру. монохромия и монофония. И тоже, что удивительно, что, собственно говоря, «Моноре» нету цветов, те фильмы, с которыми работает «Моноре», это, естественно, только чёрно-белое кино. Ощущение, что он никогда не видел ни одного цветного фильма, что для него не существует цветное кино как таковое, что цветное кино это только чёрно-белое кино, и серия 2010-х годов называется сентиментальные картинки, потому что кино – это прежде всего ностальгия. Он не работает с фильмами даже 60-х годов. Он приходит в искусство в 60-е годы, начиная работать сразу с фильмами 40-х, 50-х годов. То есть кино – это всегда некое другое время, это всегда некая ностальгия, это всегда какими, что бы там ни происходило, оно может вызывать только ностальгические ощущения. Естественно, оно очень редко, буквально показывает эту природу кино, что это вымысел, он приклеивает эти плёнки к картине, он показывает потрясение, трепет, показывая камеру, которая возникает и разрушает этот мир. Но в основном, конечно, это угроза, почти никогда не возникает. Кино – это синий фильтр, это цвет безопасности, это то, куда можно уйти, это то, куда можно спрятаться, это такая абсолютная апология эскапизма, которую он предлагает, в этот мир, в котором он может оставаться вот этим самым идеальным персонажем нуара, дендическим персонажем потом возникает, у Леотара возникает идея. Он называет его Денди, он называет его Денди вслед за… и называет художником современной жизни по статье, по знаменитой статье Бадлера, которая сформулировала модернизм, художник современной жизни, но и у Бадлера, художник современной жизни, как бы, что возникает в этой статье у Бадлера, возникает написанная в XIX веке статья, направленная против академизма в живописи, что почему современные художники пишут, академические художники, не пишут современность, а пишут там какую-нибудь условную академическую ренессанс и античность. А что же тогда останется от нашего времени? Какая живопись запечатлеет наше время? И у Бадлера уже художник современной жизни – это художник, который от нашего времени оставляет то, что потом будет вызывать ностальгию по этому времени. Моноре довольно сложно всё-таки назвать художником современной жизни, потому что он уже работает с ностальгией. У него очень мало 60-х годов. И совсем нету, не говоря уже про 80-е и про 90-е. Это художник, который сразу находит то, что будет ностальгическим, находит кино как некий постоянный сюжет ностальгии.